А прифронтовая зона учится выживать в условиях блокады. Сегодня она усилилась. Полиция перекрыла все дороги к так называемым ЛНР и ДНР. Шесть мобильных групп перекрыли трассы и все пути от станицы Луганской до Мариуполя. Из-за торговой блокады уже месяц практически не работает славянская ТЭС. Раньше она снабжала электроэнергией десятки, если не сотни населенных пунктов, причем не только в Донецкой области. Сейчас же мощности едва хватает на один небольшой городок. Больше расскажет Геннадий Вивденко. Он сейчас находится в Донецкой области. Геннадий Вивденко, расскажи, сколько запасов осталось и что говорят энергетики? Добрый вечер, Кать. Славянская теплоэлектростанция остановлена с конца февраля. Из-за прекращения поставок угля с оккупированных территорий здесь перестали вырабатывать электроэнергию. К сожалению, за три года войны на Донбассе власти не удосужились разработать альтернативные источники поставок топлива. Сейчас здесь вырабатывают теплоэнергию только для небольшого городка Николаевка. Население города Николаевка, которому около 15 тысяч жителей. В данный момент мы обеспечиваем жителей теплом, вырабатываем только теплоэнергию. Работаем, используя топливо, газ, без выработки электроэнергии. На складе предприятия обычно было до 200 тысяч тонн угля. Складская площадка была полностью заполнена. Сейчас остался лишь неприкосновенный запас – 40 тысяч тонн черного золота. Его хватит на неделю. На тест подсчитали, для пополнения запасов необходимы миллиард гривен. Ищут альтернативные возможности поставки топлива из-за рубежа или не из оккупированных территорий. Нас больше беспокоят заработные платы и работа предприятия. То есть мы от этого зависим. Найдутся альтернативные решения по поставке топлива или другие какие-то вопросы. Будет альтернативное решение, то есть не закупать топливо где-то в других местах – пожалуйста. На предприятии работает около 2000 человек. Ранее станция вырабатывала электроэнергию для сотен городов и поселков. От Купенска в Харьковской области до Краматорска в Донецкой. Вот это прибор, это нагрузка блока, активная мощность. В данный момент по нолям показывают 0 мегаватт. Хотя здесь обычно 720-750 мегаватт. На предприятии уже подсчитали убытки. В этом году они составят миллиард 800 миллионов гривен. Естественно, народ волнуется. Так же, как и я, так и все остальные переживают, чем это закончится. Пока как бы все верят в то, что все-таки как-то этот вопрос решится. Станция заработает на своей полной мощности. То есть пойдут мегаватты. Своими глазами мы видели так называемое разделительное управление станцией. В 2014 году оно было буквально сметено артобстрелом. Следы от попадания в некоторых корпусах остались до сих пор. Тогда ущерб составил 200 миллионов гривен. Сейчас все восстановлено и готово к работе. Руководство станции договаривается с инвесторами о получении миллиарда гривен на реконструкцию энергоблока. Напомню, компания «Донбасс Энерго» состоит из Старобешевской и Славянской ТЭС. Первая осталась на оккупированной территории, вторая на подконтрольной. Но обе работают в единой энергосистеме Украины. Катя, это пока все. Ген, спасибо. Это был Геннадий Вивденко на связи со студией из Донецкой области.